здравствуйте меня зовут федор васильев давайте перейдем в админку нашего сайта придем джумал касса настройки и в этом уроке мы с вами рассмотрим первую вкладку это настройка магазина магазин закрыт вы наверное знаете что джумалу в момент разработки или каких-то изменений мы можем полностью закрыть если сайт уже в интернете у нас находится так чтобы пока мы не завершили какие-то там работы пользователи нашего сайта не видели недоделанный проект также можно закрыть на сайте только магазин то есть сайт сам будет работать а магазин будет закрыт давайте посмотрим выбираем да нажимаем сохранить сейчас мы видим товары обновляем сайт и видим сообщение магазин закрыт на техническое обслуживание хотя сам сайт тут могут быть у вас статьи какие-то другие разделы не касаемые магазина они будут все работать обратно отключаем главная страница здесь в принципе в подсказке все понятно думаю здесь объяснять нет смысла уровень доступа к закрытому магазину если вам несколько администраторов на магазине и они делают какие-то работы пока магазин закрыт у этих пользователей должен быть уровень доступа например спешил здесь вы можете выбрать какая группа пользователей может видеть закрытый магазин то есть находиться в нем только та группа которая будет выбрана здесь будет видеть магазин закрытом виде дальше валюту по умолчанию у нас в списке только руб мы с вами это еще не проходили позже пройдем когда добавим еще валюты здесь их можно будет выбрать дальше отображение стоимости знаков после запятой но чтобы лучше понимать что это такое давайте сразу смотреть на магазин на товар посмотрите переходим в какой-нибудь товар смотрите как выглядит у нас цена идет цена . и потом 20 то есть вот эта двоечка да это у нас после точки вот эти вот нули в сумме товара дальше разделитель дробной части здесь вот можно выставить видите запятую точку то есть у нас вот здесь вот . есть вот она здесь у нас и стоит разделитель 1000 тоже можно выставить давайте посмотрим поставим точку сохранить обновляемся и вы видите после тысяч идет . если так удобнее можно оставить внизу вкладка обрезать нули то есть скорее всего вот эти два нуля которые в конце мы их можно обрезать давайте поставим да нажмем сохранить обновляем сайт если нам такие нули не нужны то будет вот такая у нас сумма здесь уже смотрите как получше вам поступить дальше идем мл сообщения мы с вами это еще не проходили мы позже будем разбирать письма то есть отправлять в каком виде пользователям и администратором здесь можно выбрать заказ администратору заказ покупателей так далее то есть каждый вид письма в каком виде его отправить то есть нет текст и html то есть как я уже сказал что письма мы будем еще проходить как их настраивать ведь тут есть письмо успех успех покупатель успех администратору статус покупателю то есть это когда человек покупает товар вот эти письма необходимо будет отправлять то есть например ваш товар в обработке ваш товар упаковывается то есть вот такие письма необходимые покупателям они будут отправляться и вот в каком виде отправляться решается здесь на этой настройке текст это обычное письмо в текстом виде html это значит что письмо можно отправить со стилями то есть может задний фон письма быть каким-то цветом могут присутствовать картинки могут присутствовать кнопки прямо в письме то есть соответственно те письма которые мы с вами сделаем активируем какие необходимы их можно все выставить в html давайте двигаемся дальше лимит суммы платежа ну здесь объяснять смысла нет здесь вот наведете мышку и прочитаете можно выставить лимит при покупке то есть какое значение вы здесь выставите ниже значение суммы человек не сможет произвести покупку стикеры мы с вами проходили двигаемся дальше обрезать заголовки если заголовки очень длинные то можно поставить да и вот в подсказке здесь уже в принципе все понятно написано где будут обрезаться заголовки удалить айди сэф здесь уже смотрите удалить или нет из строки браузера то есть из ссылки это будет применяться только если на категорию или на продукт ссылается отдельный пункт меню давайте я быстренько поясню что это такое например мы хотим создать пункт меню выбираем выбрать jumel касса у вас смотрите один продукт то есть пункт меню ссылающийся только на один продукт то есть в каком-то случае может быть это будет нужно то есть мы выбираем и данная опция будет ссылаться только на продукт то есть если мы создадим страницу ведущие только на один продукт для таких страниц можно из адресной строки убрать айди уров будет красивый без индификатора я вообще такую опцию не трогаю потому что меню я не создавал поэтому здесь уже смотрите думаете сами нужно вам вот это убирать сэф или нет дальше просмотренные продукты но здесь не критично сессии или куки здесь в подсказке все в принципе понятно единственно только я хочу сказать о просмотренных продуктах у нас отдельно устанавливается на данный магазин специальный модуль мы позже о нем поговорим на демо магазине если мы человек гуляет по товарам и смотрит различные например телефоны продукты то у него внизу вот здесь вот есть такой блок где показаны все телефоны в котором только что просмотрел но этот модуль называется просмотренные продукты часто такое встречается в интернет магазинах вот для этих продуктов как раз для этого модуля здесь вы решаете как отображать просмотренные продукты то есть сессия или куки здесь абсолютно не критично я вообще не трогают опцию как есть сессии так и есть двигаемся дальше включить капчу ну капча защитный код капчи да то есть это капча будет отображаться на странице оформления покупки то здесь человек заполняет email телефон и нажимает на кнопку оплатить но прежде чем он нажимает на кнопку оплатить в самом низу будет капчи если мы подключим здесь я считаю что такие вещи лучше не ставить не затруднять покупателям сам процесс покупки потому что никто вам спамить туда не будет мало того надо будет заполнить кучу полей там email телефон прежде чем нажать на кнопку оплатить поэтому здесь уже вы сами решаете нужно вам капчи или нет как капчу включить активировать у меня есть бесплатный урок бесплатном курсе о котором я вам говорил ну ссылка на ленту новостей сами решаете скрыть или показать ну и файл мы с вами уже рассматривали вот и все настройки первой вкладки магазина на этом здесь все и увидимся в следующем уроке